Три года назад, ребят, я познакомился сам и познакомил вас с лазерным 4K ультра-короткофокусным проектором. В 21 году мы с вами сделали обзор на новую версию и в 22 году уже по традиции получается в ноябре тестируем еще одну более улучшенную крутую версию от компании GenoX. Это лазерный 4K ультра-короткофокусный проектор. Тестируем мы все это дело на крутейшем ILR-экране от компании VividStorm. Данный экран нам предоставил магазин LEDProектор.com.ua, за что им огромное спасибо. Заходите по ссылочке в описании, там много проекторов и аксессуаров к ним. Если запутаетесь, обращайтесь к ребятам, думаю вам они помогут. Ну что ж, эмоций много, приступаем к тестированию. Есть что рассказать. 4K HDR лазер ILR-экран моторизированный 100 дюймов. Поехали! Проектор приезжает не в самой маленькой коробке, да и по весу тоже около 15 кг. Рассчитывайте на свои силы при получении посылки. По комплекту внутри все скромно. Три сетевых провода с разными вилками, на выбор европейская есть. Инструкция, винты и пуль дистанционного управления. За три года он не изменился, но и хуже не стал. Удобный, приятные материалы, в руке лежит хорошо, все кнопки нащупываются легко, хотя некоторые и не задействованы. Питается он двух батарей формата 3А, в комплекте их также не было. Корпус у проектора один и тот же, точно такие же, как и были предыдущие два. Сверху кнопка включения-отключения, углубление со стеклом, через который работает лазер. По бокам охлаждения сетки металлические с перфорацией. Там же расположены динамики. На задней стороне набор портов. Практически ничего-то и не изменилось. Одногигабитный ландпорт, коаксиальный разъем, 3.5 мм, оптический выход, разъем RS-232, 2 HDMI, один из которых ARC, 2 USB 2.0, под ними разъем для подключения питания. Сборка все та же хорошая, ничего не скрипит, не люфтит, не болтается, все отлично подогнано. Регулировка высоты и крепления с нижней стороны корпуса есть. По характеристикам, разрешение 4К 3840 на 2160 не трехлазерное. Формируется изображение единственным DMD-чипом, последовательно по RGB-каналам. Эффект радуги при этом получается очень заметным при съемке проектора на видеокамеры, фотокамеры. Реально глазами этого эффекта не видно, вообще не видно. Глаза у меня не устают, и это не шим, это не мерцание. Просто камера при уменьшении выдержки хватает эти полосы. А так картинка чистая, но 4К достигается за счет дополнительной вибрации микрозеркал. И это лучше, чем любой другой Full HD лазерный короткий фокус. Яркость заявленная 3700 ANC. Динамики 20 Вт, 2 по 10. Процессор 4-ядерный MT9652, Cortex-A73. Видеочип Melly G52-2EE MC1. Блютуз версии 5.1. Поддержка HDR10, HDR10+. HLG. Wi-Fi 24.5 ГГц. Срок службы лазера более 25 тысяч часов. Электрическая фокусировка. Мощность максимальная 225 Вт. Вес 14 килограмм. Заряженный хорошо, друзья, как видите. Но особых изменений с моделью прошлой нет. Вместе с этим проектором, конечно, лучше сразу покупать ILR-экран. Есть модели попроще, каркасные, настенные полотна. А есть топовое решение и лучше. Это моторизированный экран. Предусмотрены разные цвета и также подвесные напольные версии. Для теста нам предоставлен экран магазином LED Proector.com.ua. Упаковка очень крутая, защита отличная. Долго будете распаковывать. В комплекте с экраном идет инструкция, кисточка для очистки, два регулировочных инструмента, 3M-скотч, набор крепежей, USB-устройство для автоматического разворачивания полотна при включении проектора, два пульта дистанционного управления, одинаковых в черном и белом цветах, с карманами и сетевой провод в цвет устройства с европейской вилкой. Управлять можно и с самого экрана. Там есть переключатель, кнопка включения и инфракрасный приемник. Экран тяжелый, большой, 2,5 метра и весом около 30 килограмм. Тоже учитывайте эти параметры и ваши силы, конечно, при заказе и доставке. Я вез в машине с прицепом. Что круто, в нужный момент вы его развернули по нажатию кнопки и секунд за 30 он готов к работе. В это же время и проектор уже запустится. В неиспользуемое время он мешать вам не будет. Допустим, как вот у меня за ним окно. Когда открываешь в комнате, темнее становится и, соответственно, смотреть контент приятнее. Проверяем автоматическое открытие нашего экрана по нажатию кнопки на проектор. Если мы к проектору подключаем специальное устройство в USB, то когда мы нажимаем включение проектора, он запускается и, соответственно, сразу стартует экран. И сейчас примерно секунд за 30 в это же время откроется наш полностью экран и запустится проектор. И мы сможем уже выбирать мультимедиа. Это действительно удобно. Ничего вам не мешает. Пришли, нажали одну кнопочку на пульте. Запускается проектор. Welcome to 4K. Добро пожаловать в лазерный мир HDR. Приветствует нас проектор. Экран открывается. Немножко сейчас опустится обратно. И... 3, 2, 1. Проектор готов к работе. Запустилось меню. И мы можем уже выбирать непосредственно контент, который хотим смотреть. Примерно секунд 30 с холодного старта запускается и экран, и проектор. Хотя этому экрану свет практически не помеха. Полотно имеет специальную текстуру, которая поглощает сверху свет. Поэтому и лазер светит на экран с нижней части. И там уже идет отражение. В прошлом видео я показывал вам даже ткань под микроскопом. Поэтому и фишка в том, что такой сетап вы и днем можете смотреть. И это точно не хуже телевизора. По меню все очень просто. База Android 9, медиа-центр. Там отображаются все подключенные устройства. Производим запуск видео, фото, музыки и другого. Можно подключать локальные устройства. Например, как у меня компьютер. Менеджер ТВ. Состояние проектора, место и память. Удаление приложений, управление приложениями, отображение установленных. Можно им дать власть. То есть дать больше прав, если возникают какие-то проблемы. А чистка памяти, здесь все понятно. В настройках тоже все просто. Изображение, настройка яркости, контрастности, оттенков. Проектор поддерживает 3D. Выбирает, какую пару вы запускаете. Ниже оптимизация сглаживания. Динамическое шумоподавление. Динамическая глубина резкости. И умный фильтр, который сам регулирует оттенки, цвета и так далее. В настройках звука из полезного можно ставить задержку, если наблюдаются проблемы с синхронизацией при подключении сторонних устройств. Есть ночной регулятор громкости, который старается держать звук на одном уровне. Чтобы не дергать громкость на пульте руками в динамических сценах. Интернет в состоянии подключения. Wi-Fi. 2,4,5 ГГц поддерживается, как я говорил, LAN и сетевая информация. Проектору можно подрубать Bluetooth мыши, клавиатуры, пульты, аэромыши, компьютеры, ноутбуки и так далее. В настройках систему имя проектора, настройка времени, энергосберегающий режим, заставка, индикатор, регулировка яркости. Я поставил самое минимальное, так как даже днем все отлично видно. Есть 3 уровня. Из полезного еще защита глаз. Если перед проектором будет обнаружено движение, лазер мгновенно гаснет. Дети, домашние животные могут пробегать, поэтому рекомендую включить эту функцию. В настройках экрана регулируется режим отображения. Проектор можно подвешивать, переворачивать. Есть калибровка по нескольким точкам и моторизированная фокусировка. Настраивается в принципе все один раз и туда вы больше и не лазите. Собственно, просто, понятно, доступно и сложного ничего нет. Хотя, возможно, чего-то хотелось бы еще больше. Обновления, кстати, могут прилетать по воздуху. Проектор поддерживает функцию трансляции, поэтому если вам нужно вывести экран вашего смартфона, делается это за несколько секунд. И вот можете показывать, что у вас есть там на телефоне, транслировать видео, файлы, документы и так далее. YouTube работает, голосовой поиск можно подвязать. В настройках видео я выбрал 4K HDR и это, конечно, круто. Картинка приятная, не перенасыщенная, отличный контраст получается. Тут вопросов нет. Кстати, зависаний, лагов, вылетов тоже нет. Вы видите, система летает даже быстрее, чем на многих смартфонах. Если подрубить LAN-порт, будет еще лучше. У меня работает все сейчас через Wi-Fi 2,4 ГГц, поэтому видео 4K уже тяжеловато идет. Повторюсь, что радужных полос при просмотре не через камеру, нет вообще. На некоторых камерах и в других обзорах их тоже нет. Это, возможно, у меня такая история с моей фотокамерой. В общем, ребят, если поняли, то по картинке у меня претензий нет. Это реально классный домашний кинотеатр, который позволяет смотреть разный контент, в том числе и днем. Проектор шумит гораздо тише многих своих собратьев. Да, это очень дорого. Единственное, на чем можно сэкономить, экран взять немоторизированный. Но обязательно рекомендую ILR. Так раскрывается качество. Проектор может быть установлен на тумбу, и вы вот с такого расстояния уже получите дюйма 80. Есть прям специальные тумбы под такие проекторы, или сами можете сделать под заказ. Тогда экран просто натянуть уже по форме. В общем, варианты есть. Но телевизор по цене проектора с 3D, 4K, сглаживанием и звуком таким найти, конечно, сложно. От телевизора вы все равно не получите той кинематографичной, кинотеатровской атмосферы. Поверьте, разница очень большая. Мы с женой пересмотрели много фильмов на этом проекторе. Очень крутые ощущения. Можно реально отвлечься. И еще одно, самое главное. Я не призываю никого ничего покупать. Выбор всегда, ребят, за вами. Если хочешь, можешь взять меня. В другой раз. Многие подписчики сами мне потом писали и хотели перекупить у меня и экран, и проектор. И нескольким мы помогли привезти и растаможить проекторы с экранами. То есть, кому-то все-таки это нужно. А тем, кому не нужно, возможно, просто интересно. Ведь прошлый ролик собрал почти 1 миллион просмотров. Ребят, выбор всегда за вами. Мы лишь делаем обзор, а вы уже решайте сами. Хотел бы я себе такой проектор, ребят? Да, безусловно, конечно, бы хотел. Я и два года назад его хотел приобрести, но в связи с тем, что это действительно дорого. И экран у меня остался, спасибо компании Витшторм. Но вот в связи с этими переездами, в связи со всей ситуацией, пришлось обращаться к магазину LED Proector, чтобы показать вам, как выглядят реальные вот эти вот 4К с этим специальным ILR-экраном. Возможно, в будущем получится что-то приобрести, потому что, ребят, это действительно очень круто. Без каких-либо зазрений совести, хотелось бы смотреть картинку вот в таком большом формате. И смотрели мы не один день, неделю, две, три недели, если взять в общей сложности наши три обзора. Это реально запоминается. Это очень круто. И даже этого звука с этих проекторов, у них все плюс-минус были одинаковые динамики. Достаточно для комнаты в 15-20 квадратов. Если у вас какие-то там особые параметры, особые условия для звука, есть 5.1 система, можете, конечно же, подключать стороннюю акустику и получать то, что вы уже хотите. Мне этого, в принципе, достаточно. Но рекомендую, конечно же, тестировать такие устройства, 4К-проекторы, именно с ILR-экраном, потому что и свет горит у меня везде здесь, и мы получаем все равно вот такую классную, сочную, яркую картинку. Камера это не передает, друзья, которые приходили и говорили, вау, это реально очень круто. Ты с любого расстояния, под любым углом видишь хорошую, сочную, приятную картинку, которая не выедает глаза. Она мягкая, вполне насыщенная, и глаза после нее не устают. Вот эти полосы, которые, возможно, камера показывает, их в реальности не видно. Повторюсь еще раз, поэтому лучше один раз это все вживую увидеть, сложить, открыть и насладиться каким-нибудь вечером или днем, футболом, играми, мультфильмами, либо же другими какими-то интересными кинематографическими штуками. В общем, ребят, выбор всегда за вами. КОНЕЦ 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 ну что ребят на сегодня все если у вас остались вопросы обязательно пишите комментарии ставьте лайк подписывайтесь будем еще дальше следить за новинками экран у меня вопросов вообще нет просто крутейшая штука реально проектор также очень хорошо себя показал есть некоторые минусы о которых я сказал но есть и крутые преимущества это все-таки 100 дюймов телевизор вы такой точно не купите в таком формате это все дело реально получается компактным крутым ярким интересным сочным домашний кинотеатр у вас доме лазерные 4k это были ребята джена локс и вид шторм лайт проектор комьюа и белозеров увидимся очень скоро